Сегодня мы постараемся понять, стоили ли Олимпийские игры все эти шумихи и денег. Дэнни, как думаешь, Олимпийские игры стоили своих денег? Зрелище было действительно очень интересным. Смотря для кого. Я думаю, кому-то из спортсменов все же удалось заработать какие-то деньги. В игры же также остались телевизионные каналы. Однако я не думаю, что Бразилия смогла получить какую-то прибыль. Рио также вряд ли удалось заработать много денег. Да, это правда. Рио разорен. Бразилия тоже. Они находятся в тупике, в глубоком политическом кризисе. Но стоила ли игра свеч? Я думаю, что многим людям было интересно наблюдать за таким событием, как Олимпийские игры. Признаюсь, я тоже очень внимательно за этим всем следил. Дать конкретный ответ на вопрос в отношении финансового аспекта мы не можем. Стоило оно своих денег или нет? На этот вопрос знают ответ телевизионные каналы, такие как NBC. Ведь именно им пришлось немало денег заплатить за право транслировать Олимпийские игры. Мэть, а ты смотрел Олимпийские игры? Да, конечно, я тоже смотрел. Олимпийские игры – это площадка для рекламы спортсменов. Атлеты со всего мира приехали сюда, чтобы выиграть золото. Майкл Феллпс выиграл больше всего золотых медалей за всю историю игр. Но что данное событие означает для Бразилии? Если страна погрузится в глубокую затяжную рецессию, что это будет стоить бразильскому населению? Мэть, если честно, я не знаю, как вообще можно оценивать престиж. Бразилия – первая страна Латинской Америки, которая была удостойна чести провести Олимпийские игры. Я думаю, для них это имеет очень большое значение. Иначе зачем мы не так сильно боролись за это? Как сказал Шарль Деголь, Бразилия – это страна будущего, страна, у которой всегда будет будущее. Но все не так чудесно. К примеру, славный Олимпийский город Рио, который искрится своим великолепием. И что мы видим? Зеленую воду в бассейнах, очень грязную воду в заливе. И вокруг всего этого – потрясающее шоу. В каком-то роде хлеба и зрелищ. В некотором смысле, да. Я думаю, нам стоит также не забывать о таком важном критерии, как последствия. Что происходит со страной после этого события? К примеру, после Олимпийских игр в Афинах, заброшенные Олимпийские здания были заселены бездомными беженцами. Чем помогло строительство новых зданий и метро этой стране? Стоило это того или нет? Я думаю, что лучше всего с последствиями справился Лондон. После окончания игр, Олимпийская деревня превратилась в обычный лондонский пригород. Они смогли интегрировать Олимпийские сооружения в восточной части Лондона, части Доклендс. Но в случае с такими странами, как, к примеру, Греция и Бразилия, это просто способ подрядчикам и телеканалам набить свои карманы. Да, в Бразилии перед играми была построена дополнительная линия метро. Но что из этого? У меня есть интересная история про рейстлинг. Было два менеджера по хэш-фондам, два американца. Они очень любили рейстлинг. Они пообещали рейстлеру, если он выиграет золотую медаль, они ему подарят 250 тысяч долларов. Таким образом, они хотели заинтересовать американцев принять участие в вольной борьбе на Олимпийских играх. Это очень интересная история. И она говорит о том, что Олимпийские игры – это нечто личное, национальное. Я не думаю, что федерация платит много денег спортсменам. В свое время в Олимпии, в Древней Греции, главным призом Олимпийских игр был лавровый венок. А не счет на 250 тысяч долларов. Олимпийские игры – это спортивные соревнования. За этим очень интересно наблюдать. Но что касается бизнес-аспекта, деловой части – это ужасно. К примеру, допинговый скандал вокруг сборной России. Правда это или нет, это уже часть истории. Сегодняшний выпуск программы «Деньги и спорт» подошел к концу. С вами был я, Мэтью Стивенсон, и я, Дэнни Уорнер. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова